Больше 200 комфортных школ строят в Казахстане. Главная миссия проекта – ликвидировать трехсменное обучение и заменить все аварийные школы на новые. Это обойдется бюджету почти в полтора триллиона тенге. Сабина Балашкина продолжит тему. Больше 300 школ на 530 тысяч мест строят в Казахстане. Из них более 200 возводят по проекту «Комфортная школа». Их планируют сдать в эксплуатацию до конца 2025 года. Новые учебные заведения разгрузят школы с трехсменным обучением. Их особенность – в едином стандарте строительства, позволяющем создать функциональную и безопасную образовательную среду. В них есть отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов. В кабинетах современное оборудование и эргономичная мебель. А главное сердце любой школы – педагог. Для них тоже создают условия. За последние пять лет зарплаты учителей выросли вдвое. Их еженедельная нагрузка снизилась с 18 часов до 16 часов. Средняя зарплата молодых педагогов – 350 тысяч тенге. Айбат Сабит – призер различных олимпиад. В последний раз участвовал в Республиканской олимпиаде по экономике и финансовой грамотности. Говорит, что такие соревнования помогают не только развивать интеллектуальные способности, но и готовиться к будущей профессии. Он начитает стать экономистом. Ему помогают учителя, а также интерактивные возможности школы. Претендует на Алтенбельгэ и владеет тремя языками. В моей школе мне нравятся мои учителя, потому что их уроки интересно слушать. Они очень приятные люди. Я не знаю, что они делают, но мне очень интересно слушать их уроки, как они доступно объясняют все. Мне особенно нравится, как они связывают уроки с реальной жизнью. Это показывает важность всего, что мы сейчас учим. За последние три года обладатели Алтенбельгэ стали чаще выбирать профессию педагога. В прошлом году на государственный грант в ВУЗы поступили 1450 выпускников. В этом уже на 350 человек больше. К слову, сегодня в школах страны работают почти 142 тысячи молодых учителей. Сабина Балашкина, Марат Дихамбаев, Асхатка Рукоишиев, 24КЗ.